Сегодня мы с вами немножко поговорим про Пнео Шо. Я давно уже собирался сделать очередной урок по нашим великим мудрецам, которые комментарии к Талмуду писали именно. И вот Пнео Шо занимает особое место среди них после Марша, возможно, один из самых важных и цитируемых мудрецов, у которого комментарии не просто к одному двум трактатам, а практически ко всему. Еще он потом писал Кунтрасаарон, еще один вариант, где он дополнял свои собственные писания. И он очень большую репту внес в понимание Талмуда. Если бы его напечатали прямо в изданиях Талмуда, его бы, наверное, еще больше изучали. Но вот, к сожалению, получилось, что Марша только попал из таких важных ахроним прямо в издание стандартного Талмуда Пнео Шо. Издается отдельно, и поэтому его изучают немножко меньше, но он, без сомнения, очень важный из мудрецов. И урок этот посвящается. Итак, на сегодня я выбрал отрывок не из Барахот, как на предыдущих уроках, а из Кедушин, так как цикл дофьеми скоро подойдет к этим страницам. Я выбрал 30-ю страницу. Здесь, на самом деле, очень много интересного. Здесь есть и халахическая часть, которая имеет к нам отношение, и, как вы видите, полуагодическая такая, довольно интересная. И мы увидим, какие ответы дают на ее шоу. Я еще немножко расскажу, что другие пишут насчет этого, хотя эта тема вообще-то необъятная. Очень интересная тема насчет наших свитков Торы и количества стихов в Торе, в Тегелиме, где середина Тора и многие другие вопросы. Сколько букв есть в Торе. Итак, первый здесь Пнео Шо, 30-й страница, Амудалев, более технический вопрос объясняет, а именно, говорится здесь, что человек должен обучать своего сына микро, но не обязан обучать Мишни. Кстати, есть мнение, что все остальное, что говорится в том, где человек не обязан обучать сына, имеется в виду, не обязан нанимать работника, другого учителя. Но если сам он может обучить, без сомнения, не хуже, чем обучать вообще своих учеников, как еще и Пнео Шо этой темой коснется, что любого ученика следует обучать всей Торе, разумеется, тем более своего собственного сына. Просто по отношению к тому, что нанимать именно учителя в те времена разрешалось брать деньги только за обучение письменной Торе. Считалось, что учишь, в том числе, это Амим, да, это уже как бы совсем не только Тора, а как бы ты обучаешь заодно искусство читать с нотами и тому подобное. В общем, за это брали деньги или еще по другой причине, я сейчас не буду вдаваться в детали. В любом случае, Гра приводит такое мнение тоже в комментариях к Шухонаруху, есть такой подход, что то, что говорится, что только письменной Торе нужно обучать ребенка, имеется в виду за деньги, а остальное и так за бесплатно обучают. Но как бы там ни было, вопрос здесь в том, что называется микро. Основной ключевой вопрос, что Раши объясняют, что микро это пятикнижья только, пяткниг Моше. А вот большинство решений Мышухонарух пишут, что имеется в виду весь Танах. Вы видели когда-нибудь, чтобы детей обучали всему Танаху? Кто вообще у нас знает весь Танах, всю письменную Тору? Мало кто знает у нас книгу Йова, например. Но в действительности Гра считал, что следует детей обучать всей письменной Тории, чтобы они ее хорошо знали. Как когда-то в Пиркево сказано, что первые пять лет обучают ребенка именно письменной Тории, чтобы они знали весь Танах почти наизусть. Это должны знать очень хорошо. На нем базируется на Танахе уже все остальное, не только на пятикнижья. Книги на Вим и Кту Вим тоже важны. Вот. Ну вот, во всяком случае, получается, здесь будут Раши и других мудрецов. И похоже, что многие люди полагаются на Раши по темным причинам. Сегодня вообще обучение детей немножко другое, чем то, что советуют в Пиркево. Но это отдельный разговор, который сейчас не относится. Я не буду здесь переводить все, что он написал. У него длинный, бывало, на параграф, а потом еще кунтрусахарон. Но попытаюсь хотя бы суммировать в двух словах. Фактически он пытается сделать диук из нашей Суги тоже как Раши таки. Что выглядит немножко из нашей Суги, что когда Рава подчеркнул Тора, что микро это Тора, то имеется в виду Тора, то есть пятикнижья. Потому что иначе зачем Раве вообще подчеркивать что-то? Слово микро и так уже значит письменную Тору. Поэтому, когда он сказал микро значит Тора, да, микро за Тора, то он имел в виду наверняка пятикнижья, как Раши объясняет. Поэтому, получается, есть люди на что положиться, на Пнеюшу, если обучают только пятикнижья в основном детей сначала. Но Гра приводит в своих комментариях к Шух и Наруху такое объяснение от имени других мудрецов, что, может быть, подчеркивал Рава микро за Тора, имеется в виду, что только письменная Тора, а не Драши в письменной Торе. Но не имеется в виду, что только пятикнижья, имеется в виду весь Тонах. Вот, и как я сказал, здесь у него еще кунтра Сахароны, тоже он заключает в результате, что другие объяснения от Дахуки, и, что более логичное, объяснение Раши. Следующее, Пнеюшу обсуждает следующий Драш на нашей странице, что Хазар говорят, «Вишинантам ливанеха, обучай своих детей». Это мы произносим каждый день в шма. «Вишинантам ливанеха, веди барта бам». Так вот, «шинантам», они говорят, не читай шинантам, а читай шилаштам, разделяй на три. И вот на это он приводит здесь два здесь Пнеюшу. Одно объясняет саму Драшу, а второе – Тософот к этой Драше. Что разделяй на три, как объясняет Тософот, имеется в виду, каждый день заниматься тремя частями Торы. То есть письменной Торой, Мишной и Талмудом. А Раши объясняет, что не каждый день, а каждую неделю, чтобы неделю разделять на три. Мы сейчас увидим, почему Тософот спорят и объяснение Пнеюшона. Это будет дальше. А вот сначала он пытается саму Драшу понять. Что значит «не читай шинантам, читай шилаштам». Что разделяй на три. Что Тору изучать частично, время посвятить письменной Торе, частично Мишне, частично Геморе. Говорит, что само слово «вешинантам», мы учим из него, что нужно, чтобы слова Торы были в наших устах, так сказать, очень четкие, «михудадим», очень острые, да, чтобы мы хорошо знали Тору. Не просто мямлили что-то там примерно. Я вроде слышал так и так, а четко отвечали на любой вопрос Торы, как следует знали это, чтобы отскакивало зубов, как говорят по-русски. Что в этом месте не написано «обучайте детей», а написано «вешинантам ливанеха». В другом параграфе шмагается «велиматтам отам от бнейхэм литабербан». Там используется слово «лимут». А здесь «шинантам», и это он хочет сказать, что значит очень четко «шинун», да, острый. Или «вешинантам шегулышон шинун», «велышон мишна». Еще «велышон шинантам» можно сказать как «мишна», повторение постоянное, чтобы человек отскакивал от зубов. Им кен. «Ту ло ма цинули мимар ды ло и рекра, элли би тора шебехтав, кедекти вла элминэй». И тогда, говорит, в этом параграфе шмаг, я никак имею в виду не просто письменная Тора, потому что «вихаюга дварим ха элли» «ха ину бихавиет андело шаихшинун вихидут» «элли би тора шебальпэ». Он говорит, что то, что написано «вихаюга дварим ха элли», это мы подумали бы, что имеется в виду письменная Тора. Но, так говорится, «вешинантам», то это слово может относиться только к устной Торе, как он говорит, что письменная Тора, там нету, так сказать, остроты, там нету пильпуля, там просто нужно запоминать и понимать простой смысл. А вот все, что связано с устным законом, там уже драши и понимание глубокое, это все относится к шинам. То есть, по его мнению, шинам может относиться только к изучению устной Торы или комбинации, понимаете, устная Тора базируется на письменной, поэтому, когда изучаешь драш, например, талмуд полон драшем и драшим. Но если просто читаешь стихи письменной Торы, там ни шаих, по его мнению, слова «шинантам». «шинантам» — это только то, что делает остро, так сказать, шинун, глубоко пытается разобраться. И это к устной Торе относится. «Шихим мишна» у гемора, да, само слово «мишна» от слова тоже «шинун» происходит, «мишна», повторение «мишны». «Де эйн морим халаха метоха мишна», да, что даже саму «мишну» недостаточно, чтобы постановлять халаху по ней, нужно халаху постановлять по геморе, и вот это относится к шинуну, по отношению к геморе. «Имкен шафир камар, де иев шар лекрот вишинантам, эле икринан нами вишалаштам». Поэтому, раз уж так, приходится и гемору изучать, раз нужен шинун, острота требуется именно в геморе, иначе не становишь халаху на базе только мишны, как гемора говорит. Поэтому, значит, уже «шилаштам», да, что включается тогда три. «Исмена тора, мишна и гемора». «Шиев шар шия давар барур ло кяху то», что не может тора быть ему четкой, как сестра, так и выражение из «хазаль», что ты четко понимаешь, как сестра тебе запрещена, так же понимаешь со стороны законы торы четко. «Эле имкен баки би микроу мишна бе гемора». Только если ты понимаешь все три части. «Исмена тору, мишну и гемору». Еще говорит, может быть, «вешенантам» из этого выглядит слово «два», да, как я сказал. «Шинон», да, «шнаим», как бы, напоминает слово «два». Или, может быть, еще происходит, да, как «лышон мишна тора», повторение торы. «Две торы». Да, ведь само выражение «мишна тора» используется в самой торе, возможно, по отношению к книге «Дварим». Хотя не всегда, но, во всяком случае, «мишна тора» — это повторение, кстати, Рамбам назвал свою главную книгу тоже, «мишна тора». «Шней торот», «две торы». «Оми шун дэктив вешенантам бешней нуним». Еще объяснение. Он все пытается понять, что они увидели в этом слове «вешенантам ливанеха», что они пытаются «даршин», как они «даршин». И вот следующее объяснение, что это слово, из-за того, что есть два нуна в этом слове, как Маарша пишет, а именно, что он пишет, что не «шанитам» сказано, а «вешенантам». Два нуна, как бы, по его мнению, намекают на это разделение торы на много частей и постоянное повторение. И теперь он говорит, что «шинун» относится только вот к «кусной торе», как он уже сказал, это к «мишне и геморе», к этим двум частям. «Умильват тора шабехтам», вдыхти в лаэльмине. Плюс к тому, письменная тора, которая написана до этого. То есть он хочет сказать, что «вешенантам» — это уже следующее, до этого говорилось, что нужно повторять эти слова, нужно говорить эти слова. Эти слова — это письменная тора. А дальше «вешенантам ливанеха» — это две части устной торы, что слово «шинантам» он вымекает на две, значит, получается, две части устной торы — это «мишна и гемора». Это, кажется, он хочет намекнуть, что «вегаюга двари Маэля» по мнению одних мудрецов, это само «шма», митсва произносит «шма» по утрам и вечерам. Но другие говорят, что вообще-то это говорит про слова торы. Мы уже обсуждали этот диспут, выявляется ли вообще чтение «шма» из торы. В смысле, есть ли обязанность читать «шма» по утрам и вечерам? Или просто можно какие-то слова торы говорить? Поэтому по мнению, что это просто слова торы, «вегаюга двари Маэля» и будут эти слова, то есть слова торы, то это письменная тора здесь. «Инкен гарели ха шелош». Значит, всего вместе, получается, все три. «Вегаюга двари Маэля» — это тора, и потом «вешинантам» — это «мишна и гемора». «Умашекше марша» — это «машмет шехаевлин мод имбино микро мишна гемора», так марша спрашивает, очевидно, кушаю, что выглядит отсюда, что таки нужно обучать ребенка всем трем частям, а мы только что учили на нашей же странице, что только нужно обучать ребенка письменной торе. И на это говорит, что он говорит, «Умасик би ацмоши гуды логи сварата рожзаль, веквар пирашти ши сихати дыло кашемиди дыкрави шинантам ливанеха, лав би бани мамаши эри, эри беталмидим шинекру бани кимоша перешраши». Он хочет сказать, что здесь, в этом параграфе, речь идет не о детях, а о учениках. Ученики тоже называются детьми. Шинантам ливанеха имеется в виду ученики. И, соответственно, их нужно обучать всей торе. Но, как я уже сказал, казалось бы, тогда странно. Как может быть, что ученики более строгие, чем дети? Что для учеников нужно обучать всем частям торе, а детей только письменной торе. Поэтому можно добавить ответ, который я уже приводил, что для детей ты должен еще нанять учителя для письменной торы, если сам не можешь. А вот для учеников ты сколько можешь, их обучаешь, и тем более детей. В общем, так или иначе, он говорит, что Раши в комментариях к Хумашу, к пятикнижью, тоже приводит, что здесь речь идет об учениках. Следующее. Тософот. Лоц Рих или Йоми? Как я сказал, Тософот спорит с Раши насчет объяснения того, как именно делить на три части. Раши считает, что дни недели делятся, а Тософот считает, что каждый день нужно изучать все три части торы. И почему-то Тософот так объясняет, потому что говорит, что человек же не знает на самом деле, сколько он проживет. Поэтому если он в неделю, например, начал изучать письменную тору в первый день недели, а потом умрет, то он, получается, не сделал, не исполнил дикту Мухазаль, да, чтобы изучать треть, треть, треть каждой части. Поэтому нужно каждый день изучать все три части. Так, на это говорит Пнео Шо. Можно было бы объяснить слова Раши, что ладно, Гемора спрашивает подобный же вопрос, который Тософот спросили на Раши, Гемора сейчас спрашивает насчет самих лет. Если человек бы изучал треть своей жизни, то есть годы сначала изучал только письменную тору, потом среднюю часть жизни только Мишну, и потом в конце жизни только Гемору. То на это Гемора говорит, что человек же не знает, сколько он проживет. Он не знает, где у него треть жизни. Но говорит, насчет дней недели, можно сказать, что может быть Раши прав, что пусть первые две дня недели он, например, изучает письменную тору, а потом даже если он умрет, так Всевышний его простит, он не смог, так сказать, в эту неделю выучить все три части торы. Ну и что? Он сделал то, что мог. У него же не зависит, когда умереть. Говорит, на самом деле, так написал какой-то мудрец, Бехи Душей Магариты Рани. Но Тософот рассуждает так, что если действительно мы всегда говорим, что Всевышний простит, раз человек умер, это от него не зависело, тогда можно и про годы так сказать, что он оценит примерно, что средняя жизнь человека была, допустим, сколько-то лет, и треть жизни будет изучать тору письменную, а потом если умрет, то получится, что он не виноват. Поэтому наверняка не имеется в виду, что нужно полагаться на эту свару, что если умрешь, то это не твоя вина. А нужно стараться, чтобы именно треть изучать, каждую часть, поэтому каждый день изучаешь треть мишну, треть письменную, то есть треть мишну и треть геморру. Окей, вот здесь начинается самое интересное, пожалуй. На нашей странице Ламед обсуждается, что древние мудрецы были, как говорится, Софрим, они подсчитывали каждую букву Торы, каждый стих Торы, и много, говорится, утверждений насчет того, что у нас вообще не совпадает. Есть несколько подходов к этой геморе, что вообще делать с такими геморрами, где не совпадают их подсчеты с тем, что у нас. Несколько вещей здесь говорится. Во-первых, здесь говорится про буквы и слова, которые посередине Торы. Например, ВАВ в слове ГАХОН это ровно середина Торы по буквам. ДАРОЖ, ДАРАЖ это середина Торы по словам. Да, там есть такое место в книге ВАИКРА. ДАРОЖ, ДАРАЖ, МЫШЕ. И так далее. А у нас все это не совпадает. И на это есть разные подходы, которые пытаются не буквально принимать подобные агады и сказать, что имеется в виду, например, не середина всех слов, а середина именно пар слов, которые одинаковые. И так, кстати, Раф Зильберг, наш соотечественник, да, из бывшего Советского Союза, Раф Ицхек Зильберг, предложил такой вариант. Есть другие подходы, попытки объяснить, что имеется в виду. И также здесь описывается количество стихов Торы. И говорится интереснейшая вещь, что в Техилим стихов на 8 больше, в Самых на 8 больше стихов, чем в Торе, в Пятикнижье, а в Диври Аямим стихов на 8 меньше. Это, конечно, все очень странно, потому что и Диври Аямим, и Техилим имеют намного меньше стихов, чем Письменная Тора, чем Пятикнижье. Правда, Гра здесь немножко меняет Гирсу и пишет, что не просто Диври Аямим, а Даниэль и Диври Аямим, что вместе с Даниэлем Диври Аямим имеет почти столько стихов, сколько в Торе на 8 меньше. Но и это не так. Поэтому я не знаю, что имел в виду Гра, но в любом случае, это Брайта очень странная. Но сама же Агимора здесь подчеркивает, что мы вообще не баки в стихах Торы. То есть, в смысле, то, как у нас разделено сегодня, что такое вообще стих Торы? В Торе же нету точек, нету концов предложений. В Письменной Торе есть просто текст, который идет подряд. Но у нас есть Таамим, ноты. И вот эти ноты означают фактически конец стихов, как если бы была бы точка, как пауза, да? Соф-пасук. И вот эти Соф-пасуким, они означают для нас количество стихов. Но, говорится здесь в Тамуде, что некоторые стихи, например, были, которые в земле Израиля аж на три делили. То, что у нас один стих, у них было три стиха. И это, в общем-то, не так уж сильно удивляет, потому что это же устная традиция, могли возникнуть диспуты, разные подходы. Как делить стихи? Кстати, и в земле Израиля было принято и Тору читать за три года, а не за год. Некоторые связывают эти две вещи и говорят, что потому что у них стихов было в три раза больше, или, во всяком случае, намного больше, то они, соответственно, и парши были гораздо короче. Есть действительно разделение Торы не на 50 с чем-то паршиот, а другое разделение на 100, на больше чем 100 разных седарим. Но сейчас я в это вдаваться не буду. Во всяком случае, раз у нас количество стихов Торы не определено точно, казалось бы, и вдобавок, и тем более в Тахилим, совершенно непонятно, как они тогда делили стихи. Кстати, и сами псалмы, то, что у нас разделено на 150 псалмов, есть медраши и руссанинские там, которые говорят, что псалмов всего 147. И уже сама Гемора, мы как раз только что обсуждали на предыдущем уроке, или на предпредыдущем, что в 103-й псалом, например, на уроке про сфатэмет, что 103-й псалом мы приводили, что это на самом деле для нас 104-й бархи-навши, потому что 1-й и 2-й псалом считались одним. И так еще какие-то псалмы комбинировались из разных кандидатов, где именно псалмы были, то, что у нас 2, псалмы 1. Поэтому я хочу сказать, что такого типа разделения они могут быть разные, в принципе. И, значит, Пшнеяяшуа здесь две интересные очень вещи приводит. Итак, кстати, есть и те подход Бен Ишхая, который фактически пишет в Бен Игояда, что это Брайта Мишубе, запутанное там, какой-то неправильный нусор, какие-то ошибки переписчика допущены, видимо. То есть просто не пытается даже объяснить все эти стихи, количество стихов, которые здесь описаны. Значит, здесь говорится дословно следующее, что в Торе 588 стихов. Сколько стихов в наших свитках, кстати? Согласно нашему разделению стихов почти столько же, чуть-чуть меньше. Но говорится, что у Техилим стихов на 8 больше, а у Девриаям им на 8 меньше. Кстати, один из подходов, что не имеется в виду все стихи, а имеется в виду какие-то стихи, которые в Техилим совпадают со стихами Торы и в Девриаям совпадают со стихами Торы, что про это здесь намек. В общем, очень много из подходов к этим странам Агадам. Но нас сейчас интересует на Иошуа. Может быть, когда мы дойдем в цикле дофьема к этой странице, я больше расскажу другие подходы. Но вот сейчас нас интересует на Иошуа. Он пишет следующее. Да, у нас, значит, гирса 5888 стихов Торе. Здесь у нас напечатаны в одном из Тософот, что это Тософот Ишаним. Там написано сбоку, что, да, это в квадратных скобках написано Тософот. Написано в концепте Абьют, значит, Тософот Ишаним, что это какая-то другая версия Тософот. Что они говорят? Что удивительно, если, говорит, даже было бы в псалмах все стихи по три слова, то все равно не хватило бы стихов. У нас не было бы такого большого количества стихов, как в Торе. То есть получается, что никак в псалмах не получается больше стихов на 8, чем в Торе. А Виальзек Атамарша, Марша, наверное, написал. Я, говорит, не понимаю. Мы же уже сказали, что мы не баким в том, как разделять на стихи. Поэтому, может быть, то, что в Торе на самом деле один стих, несколько стихов для нас, может быть, у них было в этом свитке, на котором базируется эта Брайта, может быть, например, четыре стиха в нашей Торе было одним стихом, к примеру. Вот. И тогда будет почти такое же количество стихов, что в Торе, что в Тегелим. И это отвечает Пнео Шу, что Марша явно ошибся, потому что здесь речь не идет о том, что может ли быть в псалмах примерно столько стихов, сколько в Торе. А в том, что говорится конкретно, сколько именно стихов в Торе. 5888. А вот это количество никак на псалмы не получится разделить. Псалмы так, чтобы было так много стихов в Торе. Поэтому, конечно, это Девреш Гага, что Марша здесь ошибся. Но в любом случае, он говорит, что и Тософот, непонятны их слова. Кстати, чтобы объяснить слова Марша и Тософот, говорят, что у него была другая гирса, что количество стихов в Торе. Ну, Марша так не объяснишь, но Марша может объяснить, что у него была гирса, похоже, не 5888, а 8888. Тогда действительно на псалмы вроде не хватит. Но в любом случае, он пишет, что и Тософот, что они написали, что если все слова псалмов разделить на 3-3-3-3 и не хватит все равно стихов, это не так. На самом деле, у нас в псалмов поместится, у нас в псалмов 20 тысяч слов, поэтому примерно, да, можно было бы разделить так, чтобы получилось 5800 с чем-то стихов, да, даже по 4 слова в каждом стихе. То есть, в принципе, на псалмы бы хватило теоретически. Поэтому он пишет, что может Тософот не имеет в виду, что каждый стих псалмов разделить так, чтобы было по 3 слова в стихе. А имеет в виду, что если многие стихи псалмов более длинные разделить, то все равно никак не хватит. Но таки некоторые отвечают, примерно как его Хава Амина, да, как Хава Амина того, что, да, ответ на эту Брайту, что может действительно у них было какие-то разделения от Иглим, где каждый стих делился на 2-3 и были в стихах действительно по 3-4 слова в среднем, или немножко больше 4 слов некоторых, но в среднем по 4 с чем-то слова. То есть, это возможно теоретически. Вот возьмите, например, Ашрей, который мы произносим. Тихилали Давид. Один стих. Арумим Халакай Хамелех. Второй стих. Ваварха Шимхали Алам Ваэт. Третий стих. Вот, пожалуйста, один стих разделен на 3. И дальше большинство стихов можно хотя бы на 2 делить. Вот. Поэтому количество стихов самых хотя бы теоретически можно довести до 5000 с чем-то. Поэтому вполне возможно, что эта Брайт оследовала данному разделению. Но, как я сказал, большинство пытаются сказать, что в этой Брайте есть либо намек на что-то другое вообще, и нельзя буквально принимать, либо что есть какая-то ошибка просто в самой Брайте. Какая-то ошибка переписчика. Окей. И вот следующее совсем интересно. Тут он не занимается конкретно данной суги, но и приводит очень интересную вещь. Кстати, Гаяц Шураби Вайсманал отсюда и начал свои исследования букв Торы, и потом вот то, что называется потом кодом не Торы. Все это вот подтолкнуло его данной идеей. Значит, пишет на Еошуа, говорит, раз уже мы занялись этим вопросом, подсчитывали все слова Торы, все буквы Торы, скажу я свою часть, что меня всегда удивляло, что написано в старых книгах, а, кстати, у нас-то в Зорохаддаш есть такая идея, Широширим, кажется, Зорохаддаш к Широширим, что всего букв Тория 600 тысяч. Слышали когда-нибудь такую идею, что количество букв Тория, пятикнижья имеется в виду, не во всем Танахе, пятикнижья букв 600 тысяч, как евреи вышли из Египта, как-то так. Имеется в виду ровно 600 тысяч, или 600 тысяч с остатком, которое было, евреев уже было чуть-чуть больше, когда они выходили из Египта, и когда второй подсчет во время Пинкаса, в основном случае порядка 600 тысяч букв в Тории. Так вот на это говорит, что можно легко посчитать, даже примерно, допустим, в его время не все имели точный доступ, как сегодня на компьютере легко считаются наши свитки, но в любом случае можно легко оценить, что это порядка 300 тысяч у нас букв, чуть больше, чем 300 тысяч. То есть получается, что половина у нас букв, чем вот эта старая традиция. Я говорю, а мати мишто мему мит поле, я говорю, стою и удивляюсь, что может иметься в виду тогда? Вот. И он говорит, что я нашел в какой-то книге каббалистической, это кажется предок Хида, Раби Абрама Зулай, Хесед Аврагам, есть такая книга, что он пытается объяснить, опять же, это все как-то не буквальным образом, что это какие-то подсказки, через гематрии букв алфавита, включая именацпех, да, последние буквы, которые еще делаются, милуй, и милуй, да милуй, знаете, как каждую букву выписывают полностью, то есть, например, скажем, буква АЛЭФ превращается в АЛЭФ, ЛАМЭТ, ПЕЙ, потом каждый из них снова выписывается, АЛЭФ, ЛАМЭТ, ПЕЙ, ЛАМЭТ, МЕМДАЛЭТ, ПЕЙ, допустим, АЛЭФ или ПЕЙХЕЙ, и так далее, и так далее, в общем, там каким-то образом можно получить гематрию, чтобы получилось всего 600 тысяч, то есть, это вообще, получается, тогда не относится к самой Торе, а относится к буквам, из которых Тора сплетена, как-то можно там получить какую-то гематрию, вот, но ему это, его, ПНЕОШУА это не убеждает, да, это какое-то странное объяснение, которое вроде не о том, хотя подход, как я сказал, довольно-таки популярный, как я сказал уже насчет предыдущих подобных вещей, что можно принимать небуквально, и пытаться объяснить, что слова Хазаль, если вообще имеется, если вообще так оно есть, то имеется в виду что-то другое, что нам кажется на первый взгляд, в конце концов, это Агады все-таки, и к Агадам вообще особый подход у нас, но в любом случае, и говорит, я простой смысл хочу объяснить все-таки, так вот, он, первое его объяснение, что так как Таргум тоже, как говорится, с горы Синай был дан, в каком-то смысле, считается, так говорится в Таргуме, что Таргум, вот там с горы Синай, что имеется в виду, раз есть количество букв в Торе, порядка половины от 600 тысяч, значит наверняка, имеется в виду, включая Таргум, то есть для каждого слова, есть еще его перевод на арамейский, и получается всего тогда 600 тысяч, да, букв Торы и перевода. Еще, говорит, мне кажется, что имеется в виду, что для каждой буквы мы считаем то, как оно написано, и то, как оно читается, Ктива и Кри, да, в большинстве случаев это совпадает, но не всегда. Бывают буквы, которые не считаются, например, и тому подобное, бывает, когда целое слово, Кри, Ктив, да, есть письменный вариант и устный вариант. То есть всю Тору, опять же, мы делаем двойным образом, получается, для каждой буквы, и то, как она написана, и то, как она читается. Как говорится, Ахат дибер и локим, штайм зу шаману. Это стих такой. Да, как говорится, когда было дарование Торы у горы Синай, мы слышали то, что обычно видят, видели то, что обычно слышат, да, в общем, так или иначе, одновременно, значит, и письменная Эстора, и то, как она произносится. Ешемли миссора, да, как говорится, мы обсуждали, эмли микро, эмли миссора. Это было в трактате Кедушин, будет скоро в цикле дофьеми, да, диспут, что главное, то, как пишется, или то, как произносится. Но, в этом случае, оба имеют корень, и многие, которые считают, что и то, и другое, главное, в каком-то смысле, как креектив тоже. Вот, говорит, что все буквы Тора, они выходят из имени Всевышнего, благословен он, и имя Всевышнего как раз читается, не это как пишется. Вот, поэтому можно сказать, что имеется в виду, значит, все буквы того, как написано Тора, и то, как она читается. Вот такой вот интересный подход. И еще, говорит, можно объяснить, и это здесь он подсказывает, но не стал вдаваться. Мизеумузехемктовим, это в главе Китиса, описано про Лухот, про скрижали. И Хазаль обычно понимает, что они написаны были так, что видны были с той стороны, скрижали слова, десяти изречений, и с обратной стороны были видны, что они насквозь проходили, и были каким-то чудесным образом видны с обоих сторон. Есть другие объяснения, Бенезра пытается простой смысл объяснить, но, во всяком случае, он хочет сказать, что можно еще найти подсказку, опять же, что получается, что вся идея в том, что раз мы видим, что количество букв почти половина, как раз почти совпало с тем, что половина от вот этой традиции 600 тысяч, то нежели просто отвергнуть эту традицию в 600 тысяч, в конце концов, если даже там, это даже традиция не факт, что от Хазаль, это какая-то старая традиция в старых книгах, как он говорит. у нас, как я сказал, это взор Хадаш, в том числе, упоминается. Но у нас нету таких уж ахраев, как по отношению к Талмуду, чтобы объяснить традицию, но, допустим, мы положимся на эту традицию, то получается, количество букв примерно вдвое больше должно быть, чем у нас. наверняка нужно каждую букву считать как два, но вот каким именно образом на это, значит, есть разные подходы. торгумли считать или то, как читается, или еще каким-то образом, что вся Тора была написана как бы дважды в каком-то смысле, как глухой. И на этом я на сегодня закончу. И урок посвящался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова